19 человек погибли и более 850 получили травмы в областном центре. Это статистика происшествий с начала года. С чем они связаны и как можно снизить тревожные показатели, об этом мы не только поговорим сегодня. Это проект про безопасность. Меня зовут Наталья Бакерина. Здравствуйте. 9 пешеходов погибли и 236 получили травмы в авариях в Кирове. Почему люди попадают под колеса? Пассажиры стали чаще падать в общественном транспорте, отмечают в ГИБДД. А какие нарушения допускают сами водители? Более 4000 кировских автомобилистов оштрафовали за нарушение правил тонировки с начала года. Чем могут обернуться поездки с темными стеклами? Об основных угрозах безопасности дорожного движения в городе Кирове, причинах автомобильных аварий и их профилактике поговорим с начальником отдела ГИБДД ОМВД России по городу Кирову в студии Андрея Фоминых. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сколько аварий произошло в Кирове с начала года? Если сравнить с прошлым годом, какие данные у госавтоинспекции? На территории города Кирова ситуация с аварийностью остается достаточно напряженной. В текущем году общее количество ДТП увеличилось на 10 процентов и в абсолютных цифрах состоялось 691 происшествие, в которых 852 человека получили ранения, из них 117 детей. Благодаря принимаемым мерам госавтоинспекции удалось добиться снижения количества погибших в ДТП с 22 до 19 человек. А если говорить о видах дорожных происшествий, какие попали в топ антирейтинга? Основными проблемными местами в состоянии аварийности являются такие ДТП, как столкновения. Их зарегистрировано порядка более 290 ДТП, в которых 9 человек погибли и 402 получили травмы. Вторым по значимости остаются наезды на пешеходов. Их немного меньше, но тоже остается большое количество, более 230 ДТП, в которых также 9 человек погибли и 236 получили ранения. В этом году мы также регистрируем обострение аварийности с участием общественного транспорта. Если говорить про пешеходов, каждая четвертая авария происходит с их участием. А по каким причинам они попадают в дорожные происшествия? Наезды на пешеходов не всегда связаны с дорожными условиями, с погодными условиями. Основная причина – это, конечно, культура поведения на дороге. Это пренебрежение правилами дорожного движения, причем как со стороны водителей транспортных средств, так и со стороны пешеходов. Когда пешеходы не соблюдают правила дорожного движения, переходят на запрещающийся наустрофора, переходят в неположенных местах. Как показывает практика, нарушают правила в таких происшествиях не всегда сами пешеходы. О чем важно помнить водителям, приближаясь к пересечению двух улиц? И на каких участках в Кирове важно быть особенно внимательными? Давайте посмотрим. Потенциальный очаг аварийности. Такую характеристику получил перекресток улиц Московской, Упита и проспекта Строителей. Движение транспорта на участке интенсивное. Сотрудникам ДПС здесь хватает работы. Чаще всего происходит нарушение, а именно нарушение пункта 8-5 правил дорожного движения. Поворот осуществляется налево, не с крайнего левого положения. То есть водители занимают со второй полосы, начинают поворачивать налево. Также в течение года на перекрестке были совершены наезда на пешеходов. Сотрудники ГИБДД предлагают решение, которое поможет обеспечить безопасность на перекрестке. Разделить транспортные и пешеходные потоки, чтобы исключить пересечение данных потоков, исключить возможность наезда на пешеходов. Данный перекресток также нуждается в дополнительной установке пешеходных светофоров. Все эти предложения направлены в администрацию города Кирова и на данный момент находятся на рассмотрении. Но этот перекресток опасен не только для пешеходов. Водители здесь тоже испытывают трудности. Если я еду с левым поворотом по Московской, поворачиваю налево в сторону Кольцова, вот этот поворот, он очень опасный. То есть не видно из-за автомы беде? Да, там надо максимально скидывать скорость и рассматривать из-за поворота, нет ли машины. Еще один опасный пешеходный переход находится на Ломоносо-18. Он нерегулируемый. Поэтому здесь также часто происходит нарушение правил дорожного движения. Водители порой не ступают дорогу пешеходам, а те, в свою очередь, могут неожиданно выскочить перед машинами. Нами было рекомендовано администрации города Кирова ввести светофорное регулирование на данном пешеходном переходе. В данный момент организации, которая занимается разработкой проектной документации на согласование в отдел ГИБДД, уже направлена проектная документация, где соответствующие изменения внесены. Ответ от администрации по решению проблем на данных участках будет получен сотрудниками ГИБДД в ближайшее время. И вот одним из опасных участков в Кирове был пешеходный переход в районе Комсомольской площади. Поясните, пожалуйста, почему было принято решение ликвидировать этот пешеходный переход? Значит, по итогам девяти месяцев, по итогам анализа аварийности за девять месяцев 2020 года, на данном участке произошло три наезда на пешехода, три ДТП, в результате которых четыре человека получили ранения, в том числе один ребенок. Соответственно, на основании анализа аварийности нами, сотрудниками госавтоинспекции, были подготовлены предложения о демонтаже данного пешеходного перехода, в том числе потому, что он не соответствует требованиям безопасности и требованиям нормативных документов. Пешеходный переход, потом уже остановка. Здесь ситуация была наоборот. Кроме того, на пешеходном переходе, на прежней части, где четыре и более полос, предусматривают светофорное регулирование для пешеходов. Соответственно, там оно также отсутствовало. Поэтому принято было решение подготовить предложение о демонтаже данного пешеходного перехода. С учетом того, что вблизи находится еще один пешеходный переход, который регулируемый, который с пешеходно вызванным устройством. И на нем обеспечены все требования безопасности дорожного движения. Если говорить про аварии с участием общественного транспорта, насколько остро сейчас в Кирове стоит эта проблема? Наблюдается рост количества ДТП в среднем порядка 30%. Если сравнивать цифры за аналогичный период прошлого года. Хотелось бы отметить, что по вине водителей автобусов и троллейбусов совершено 46 ДТП, в которых пострадал 81 человек. Основной вид ДТП с участием общественного транспорта – это падение пассажиров. А чтобы напомнить водителям общественного транспорта о правилах безопасности, инспекторы выходят в рейды, в них принимают участие также и гражданские активисты. Джамиль Ихсан сегодня снова тайный пассажир. Задача – проследить за тем, как ведет себя водитель, не нарушает ли правила дорожного движения. Молодой человек часто ездит в общественном транспорте и замечает, что не все шоферы бывают аккуратны. Резко тормозят, не пристегиваются ремнями безопасности, когда они есть, разговаривают по телефону. А это угроза пассажирам и другим участникам дорожного движения. В этот раз обошлось без происшествий, но водитель автобуса, в котором ехал активист, долго общался по телефону. Джамиль снял нарушение на камеру. Водитель сначала переписывался в телефоне, потом начал звонить. И он, получается, разговаривал в течение минут 20, пока мы все ехали. Это может быть опасно, потому что он, считай, перевозит людей. И в случае чего он может отлично телефон не заметить что-то и совершить дорожно-транспортное происшествие. Подобные рейды проходят при участии инспекторов ГИБДД. Они тоже следят за водителями общественного транспорта, но уже снаружи. Смотрят, как соблюдаются правила перестроения. Исправны ли все фары? Включает ли водитель поворотники? Не разговаривает ли он по телефону? При выявлении данного административного прорушения лицо было приличено к административной ответственности по статье 12.36 Прим. 1 Кодекса Российской Федерации о административных прорушениях и наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. Подобные проверки организуют не для того, чтобы наказать, а чтобы предупредить, говорят инспекторы ГИБДД. Они проводят с водителями профилактические беседы и напоминают о том, что транспорт перед выходом на линию должен быть исправен. Если есть поломки и водитель садится за руль, привлечь к ответственности могут и руководство предприятия, которое выпустило такой автобус или троллейбус на линию. Все жалобы пассажиров тоже на особом контроле. Обращение граждан по поводу нарушения правил дорожного движения водителями общественного транспорта руководством рассматривается. Еженедельно проводится комиссия по безопасности дорожного движения, где каждому случаю придается большое внимание. Если действительно подтверждается нарушение правил дорожного движения водителям, принимаются меры дисциплинарного характера. Чтобы не доводить до этого, важно соблюдать ряд простых правил, напоминают в госавтоинспекции. Тем более, что водитель общественного транспорта несет ответственность за жизнь и здоровье многих людей, пассажиров и других участников дорожного движения. Интересно, какие сейчас профилактические мероприятия проводят сотрудники госавтоинспекции в Кирове? На что направлены эти мероприятия? Чему уделяется особое внимание? В текущем году сотрудниками госавтоинспекции проведено более 400 профилактических мероприятий. В первую очередь, конечно, это рядовые мероприятия по выявлению водительных леча в состоянии алкогольного опьянения, не имеющих права управления, выявление нарушений проезда пешеходных переходов, проезда перекрестков, перевозки детей, использование ремей безопасности. Ну и, конечно, мы уделяем внимание таким участникам дорожного движения, как пешеходы, велосипедисты и водители мотоциклов. Такие мероприятия проходят в Кирове по соблюдению правил тонировки. Это нарушение встречается часто среди водителей. Вот интересно, сколько таких автомобилистов уже наказали с начала года? На местах несения службы наряда ДПС выявляют автомобили, на которых установлены стекла светопропускания, которых не соответствуют требованиям технического регламента безопасности колесных транспортных средств. Замер производится специальным прибором, который имеет документы, соответственно, и поверку. Ежедневно сотрудники госавтоинспекции выявляют не менее 20 подобных нарушений. У нас как раз есть материал о том, как проходят такие проверки. Как показывает практика, нарушителей выявляют быстро. Уж очень любят кировчане затонированные стекла. 6 процентов, что не соответствует пункту 4.3 приложения номер 8 технического регламента Таможенного союза безопасности колесных ТС. Будет составлен административный материал по части 3.1 ст. 12.5 Кодекса административных правонарушений. Водитель отечественной легковушки наглухо затонировал свою машину, а это запрещено. Лобовое и переднее боковое стекла должны пропускать не менее 70 процентов света. Если прибор фиксирует нарушение, автомобилиста ждет штраф в 500 рублей. Инспекторы ГИБДД выдают предписание с требованием снять пленку. Если этого так и не произошло, наказание для такого водителя уже другое. Санкции по данному нарушению. Это административный штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Либо административный арест на срок до 15 суток. Или же обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Всего с начала года в Кирове оштрафовали более 4 тысяч водителей, которые нарушили правила тонировки, рассказали в ГИБДД. Между тем, поездка в такой машине чревата последствиями как для самого автомобилиста, так и для других участников дорожного движения. Наличие тонировки на лобовом стекле, а также на передних боковых стеклах автомобиля ухудшает видимость и обзор для водителя. Ситуация усугубляется при неблагоприятных дорожных, погодных условиях, в условиях недостаточной видимости в вечернее и ночное время. Если, например, лобовое стекло машины затонировано с нарушениями, водитель в такой машине может не заметить пешехода. Особенно в темное время суток. Или какое-то препятствие на дороге. А это может закончиться не только штрафом. Чтобы избежать неприятных последствий, инспекторы ГИБДД напоминают, тонировать стекла нужно по правилам. На тему безопасности на дорогах у нас есть вопросы от зрителей. Предлагаю послушать. Если на пешеходном переходе часто бывают аварии, то как решается этот вопрос? Мне вот интересно. Если я заметил, что водитель автобуса резко тормозит, лихачит, и пассажиры из-за этого падают, куда я могу обратиться? Что касается первого вопроса, во-первых, мы корректируем нестение службы нарядами ДПС. То есть вносим изменения в дислокацию постов и маршрутов. И, соответственно, с учетом вида ДТП и с учетом временного примежутка координаруем работу сотрудников ДПС. Кроме того, на основании анализа аварийности мы готовим предложение в администрацию города Кирова о проведении инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности на данном участке ДТП. То, что касается второго вопроса, есть официальный сайт госавтоинспекции, куда гражданин может обратиться о любом факте нарушения ПДД сообщить. По данному факту будет проведена проверка. И если будет усматриваться состав административного права нарушения водителя или пешехода, соответственно, он будет привлечен к административной ответственности. Спасибо. Я напомню, что сегодня мы говорили об основных угрозах безопасности дорожного движения в городе Кирове, причинах автомобильных аварий и их профилактике с начальником отдела ГИБДД ОМВД России по городу Кирову Андреем Фоминых. Хотелось бы напомнить всем участникам дорожного движения, неважно водитель, пассажир, пешеход, водитель мотоцикла, о необходимости соблюдения правил дорожного движения, быть внимательным на дороге, думать о своей безопасности, о безопасности своих близких. И, конечно, хотелось пожелать вам безопасного пути. Вы смотрели проект про безопасность. Будьте внимательны на дорогах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин